Итак, друзья, в этом выпуске речь пойдет о Lada Vesta, которая в скором будущем будет построена на реношной платформе. И на некоторых сайтах появилась информация, что не только платформа будет от Рено, но и мотор 1.3 Turbo также будет присутствовать в моторной гамме. И перед тем, как рассказать все подробности, проверьте, подписаны ли вы на канал, а также жмите на колокол, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков. Итак, некоторые СМИ сообщают, со ссылкой на свои источники, что на Автовазе, конечно же, совместно с французскими инженерами ведется скрещивание автомобилей Lada с новым мотором, который ранее не предлагался на русских автомобилях. Конечно же, все работы засекречены, но судя по информации на сайтах, известно, что Автоваз не ведет разработку новых российских моторов. Хотя есть информация о том, что на Vestu FL будет устанавливаться мотор 1.8 на 136 лошадиных сил. И это возможно, но уже следующее поколение, скорее всего, избавится от вазовских моторов. Ведь уже сейчас мотора 1.8 лишились многие модели и остался он только на кросс-версиях. Но пойдем ближе к французам. Из-за недавно представленного плана Ренолюции, следующие модели Lada будут использовать платформу Рено, а также мотор 1.3 Turbo совместной разработки Рено Даймер. Этот мотор сейчас активно продвигается на российский рынок на моделях Рено Аркана, Каптюр и теперь на Рено Дастер. И в связи с тем, что люди покупают автомобили с таким мотором достаточно успешно, объем продаж хорошо увеличился. И поэтому производство будет перенесено именно в Тольятти. Также турбомотор 1.3 бодрее и экономичнее того же вазовского 1.8. Поэтому, учитывая современные евронормы и требования к моторам, именно Реношные моторы в будущем должны устанавливаться на автомобили Lada. Это все происходит не только потому, что на автовазе никогда не могли идти в ногу со временем самостоятельно, но еще потому, что 75% акций автоваза принадлежат компании Рено. И этим многое сказано. В общем, исходя из всех вышеуказанных фактов, можно сделать вывод. Ценники на новые Lada скоро станут выше, а ресурс мотора 1.3 Turbo оставляет желать лучшего. А что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментариях, а также делитесь информацией в соцсетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова